Так вот, мы только что закончили квест про Садию и Аликарцев. И в общем-то фигня всякая. Но опять же, то есть... Во-первых, в чём непорядок Скемату? То, что он говорит, что она типа продала Альберскому Доминиону. И какого хрена она-то досаде не уехала куда-то в Альберскому Доминион жить? То есть, если бы она продала, может, она бы наверняка подумала, она умная девочка, раз она от них сумела спрятаться. Она бы подумала над тем, что именно в Альберском Доминионе они её не смогут достать. Это во-первых. Во-вторых, то есть они преступники. В-третьих, как бы, извините меня, смазливая мордашка смазливой мордашкой, но... Есть вещи другие, которые тоже немаловажны. То есть, что... Ей, допустим, мы не верим. Но почему мы должны верить ему? Я что, педик, чтобы его мордашку больше ценить, чем её мордашку? В чём прикол? Опять же, то есть, эта фраза его, она глупая, как по мне. Поэтому это учит, в принципе, и в жизни... Ну, то есть, не покупаться на такие дешёвые фразы, типа... Или помолчи, заумного сойдёшь, или ещё какие-нибудь фразы. Там, ну... Это глупо. Эти фразы используют вот такие вот хитроумные эти бандиты-манипуляторы. И я их жертвой становился не раз, поэтому сейчас я это не собираюсь делать. Однако, спасибо за денежки. Сколько я там получил? Две с половиной тысячи минимум. Я же ещё Укемата украл эти деньги. Потом ещё он мне дал отдельно. То есть, я украл у него деньги, я у него взял ещё награду, и у Садии взял награду. Советую всем так делать, если у вас есть мастер иллюзии. Садия четвёртого уровня, поэтому на неё действует практически любое заклинание, которое на успокоение, в общем-то, животных и людей. Со старой женщины. Остальное, в принципе, вам нужно будет ещё убить Кемату. Вот во второй раз у меня не получилось с одного болта его убить. Из-за того, что он меня видел, и он, короче, бегал. Он меня немножко поранил. Но всё же всего лишь немножко он меня поранил. Но зато у нас есть скеметар. Два скеметара. Крутой меч, согласитесь. Кроме того, я их смогу откопировать. Именно поэтому я не убивал их в логове Пута, чтобы потом... Вот так вот. А что если двумя? О, смотрите, как он дерётся ими. Круто. Как пират, получается. Но, правда, форма не пиратская. Нужно будет... А, смотрите, а в ножны он один положил. Ха-ха-ха. Неужели беседка не могла сделать для двуручного оружия анимацию, типа, что оно ложится с двух сторон? Даже глупо. Видите? Он оба меча достает с одной стороны. Ужас. Вот такая, в общем-то, фигня. Я не жалею, как я поступил. Абсолютно. Это так, как должен поступать каждый умный вор. А так как у нас воромах, то есть он умный. Как мах и хитрый, как вор. И не подключается ни к кому. Осадия будет, то есть, мирным NPC и дальше. А так бы её не было. А так можно у неё выпилку купить, то есть. И, следовательно, даже если она кого-то предала, продала там и так далее, то теперь она не в состоянии ничего этого делать, так как она, во-первых, не на своей родине, она не имеет влияния. И к тому же, если бы она такая была ужасна, у неё бы, скорее всего, было много денег. А раз много денег, значит, она бы точно в таверне не работала. Ну, может, конечно, она через год там особняк купит, но по игре мы этого не видим, поэтому неважно. Так что, вот такие вот пироги. Я, кстати, не знаю, если честно, как и что мне теперь делать. Давайте посмотрим, какие у нас там задания. Вот, войти во врата Бливиана. Вряд ли я это сделаю. Заплатить Магру какому-то. Но, вообще-то, это задание, блин. Это задание, нафига? То есть, как бы, это, знаете, прикол, который, то есть, есть люди, которые ненавидят оставлять задания незавершёнными. И, то есть, в конце концов, вам всё равно придётся заплатить, потому что на вас-то никто не нападёт. Насколько я знаю, то он не нападает нифига. Но, это задание висит постоянно, и рано или поздно у вас не останется других заданий, и вы, чтобы выполнить его, заплатите им. Вот. Посохи Азры. Это где? Зуб Фаудора. А ну-ка, он есть здесь? Пока не вижу. Скорее всего, это на Солстейме. А нет. Нет, это возле Рифтена. Но, тем не менее, я собираюсь, пожалуй, по ветке вора пойти. Просто-напросто. А вот Мзинча Лефти, по-моему, нас туда, Мьёл Львица, отправила за своим клинком. Это я тоже, может быть. Вот. Скрытый Сумрак. Тоже чёрная книга. Это довольно круто. Вот это задание давайте будем выполнять. Ну, вначале, конечно же, передохнём. Думаю, я в Рорекс, кстати, перемещусь, и там и передохну. Потому что он близко к пределу. А ну-ка, это что за? Картвастен. Неплохо было бы к нему тоже подойти. Смотрите, я разведал всё вокруг, а вот сам Картвастен не разведал. Помните, как мы там возле Рорекс, да, дракона убивали? Ой, как мне нравится всё-таки Скайрим. Нужно ещё драконов как-нибудь поубивать. Теперь мне, я думаю, их будет легче убивать. Ещё нужно алхимией позаниматься. Ну, это, наверное, после того, как мы с изгоями разберёмся. И, наверное, сразу же посох добудем и вернём это всё этому... Ээээ... Нелоту. Так. Да, я, кстати, ещё собирался поставить моды... Да, я собирался опять поставить моды. Не заводить детей. Я знаю, как это звучит. Доуку от них никакого. Одна морожка. Кстати, вот эти вот пустые бутылки, их выкидывать просто так нельзя. Их нужно продать, значит. Иначе они не исчезают вообще из мира. А это плохо засоряет свой мир. Или, например, свой дом. Всем этим говном. Которое весит дофига. Так вот, в чём прикол? Я собирался поставить моды на алхимию и кулинарию. Но я, как бы, на кулинарию как-то особо не искал. А вот на алхимию моды есть, но... Во-первых, они как-то... А нет, есть русские всё-таки. Русскоязычные. Но они читерские. То есть... Дело в том, что там вообще есть такие баги. Там зелья, не знаю, по миллиону зачарования, повышения и так далее. А это, я считаю, не айсы, поэтому я их не установил. Ну, потому что... Вот в ванильном скайриме тоже говорят, это читерство. Но это в ванильном скайриме, вы понимаете? Его не пофиксили патчами. Это специально беседка сделала для манчкинов, чтобы они могли... Играть на свои супер-упер-сложности и, в общем-то, благодарить беседку за эту возможность. И, в общем, чувствовать, что ты такой хитрый, ты обманул игру. Это они специально сделали. Они об этом на самом-то деле знали. Просто мы не знали о том, что они это знают. Ну, по крайней мере, Хомячкова не обдурили точно. Но во всех сериях Elder Scrolls были подобные, то есть, фичи. Но, чем это отличается от обычного читерства? То есть, ну, казалось бы, беседка сделала читерную игру. Так, что же в этом хорошего? Да в том, что это читерство не позволяет вам бесконечно повышать урон. Но это именно хитрость, а не читерство. Читерство — это когда ты можешь из ничего так себе сделать много всего, и оно будет мега-упер-офигенным решением всех проблем. Нет, здесь на самом-то деле не всё так гладко, как кажется. То есть, мы можем только ограниченно повышать эффективность шмота. Единственное читерство, которое я использовал в игре, это то, что я использовал плащи зачарованные. То есть, это единственное. Но плащ мне, дополнительный элемент одежды, который может быть зачарован на повышение навыков, он дал мне возможность повысить предел зачарования, предел алхимии, предел всех навыков. То есть, сверх того, что могло бы быть. И преодолеть 32-процентный барьер. На самом-то деле, зелено зачарования максимально может 32% быть, а у меня уже 40%. То есть, ну вы видите, что именно в этом, я признаюсь, я читерил немного. Но, тем не менее, это же игра с модами. У меня тут и монстры помощнее будут. То, что я, извините меня, в оригинальном Скайриме, я бы даже без этого читерства, я бы с изначальным оружием на легендарке уже рулил. Я это проверял. То есть, я там всех, ну, драконов с двух ударов остальных с одного удара. А сейчас дракона никак не убьешь. Итак, тут какая-то светлая таверна, я смотрю. Довольно это странно даже. Обычно она темнее. Еще эльфийские уши. Я обожаю эльфийские уши, вот в чем прикол. И, кстати, таверны все-таки скопированы. Я не знаю, есть ли этот квест на разгадание этой потусторонней силы, но все выглядит, как будто бы они собирались сделать квест какой-то. Квест «Причина успеха Рорикстеда». Довольно-таки заезженная тема о том, что, типа, успех... Хотя и кажется, что, типа, они все честно сделали, но на самом-то деле ты узнаешь, там, вкапываешься, и оказывается, что там им какие-то доэдра помогали. Ну, или злые духи. А в обмен они там кого-то в жертву приносили. По крайней мере, в сверхъестественном такое было. Что я могу еще сказать? Так, яйца! Яйца! Необычные, а дроздовые. Э. Все. Так, куриные яйца. Дай-ка мне. Хлеб очень хорошая еда. Берем его. И самое главное, что его сыры можно есть. Остальное ты или находишь готовые блюда, или же... Есть даже мод, который убирает все эти распавняющиеся батоны здесь. И тебе придется самому что-то печь, или я не знаю, там. В общем, заниматься той фигней добычей пищи, там. Ну, всерьез, а не так, как сейчас у меня. Если нужно, я беру только звон. Хорошо. Дай мне комнату, пожалуйста. И наполни мне бутылки. Я пока... Вот, блин. Он мне пустую бутылку наполнил. Питье для жаждущих, пища для голодных. О, у него соли шесть штук. Офигеть. И чеснока! А это точно я у него покупаю? Да, точно. Офигеть. У него эльфийские уши продаются? Да, это аж круто. Это на самом-то деле приправа, но у него есть очень ценный ингредиент, который нельзя выращивать. То есть эти эльфийские уши. Это у меня сейчас появилось 17 дополнительных зелий и повышение навыков стрельбы. Прикиньте. На 200%. Я могу постоянно практически под ними бегать теперь. О, молочко. А кувшин с молоком не добавляет здоровья. Довольно странно. Мёд. А что я тебе могу продать? Я тебе могу бутылку с водой. Где тут? Черновересковый мёд я тебе могу продать. Стоп, а у него куча денег. Вот, кипячёная вода. Продаём, конечно же. Так, вот это моя кровать, а это уже не моя. Что-то здесь... Нет, всё-таки отличается. Здесь две кровати, а там бывало и одна кровать. Но не сильно. Таверны, они по конструкции, по крайней мере, одинаковые. Кроме, конечно же, в Ривервуде, таверна, особая. Так, а мне сколько нужно спать? Давайте посмотрим. Дайлэвл, я думаю, не мешало бы повысить. Голод, жажда, усталость. Это значит 12 часов минимум. Но я хочу повысить уровень. Посмотреть, какие там навыки у меня прокачались. Магию, естественно, повышаю. И повышаются автоматические и другие параметры мои. Всё благодаря чудо-зачарованию, которое одно из немногих, которое мне пригодилось. Которое, которое. 81. До 90 уже не так уж и много. Много. Но со следующим уровнем я смогу вкачать эту ветку колдовства. А значит, у меня будут парные души. То есть, у меня будет 4 очка. И следовательно, мне сейчас нежелательно что-либо ещё качать другое. Потому что в таком случае я не смогу ничего этого сделать. И вообще, колдовство надо качать. Оно нам пригодится. Потому что не всегда мы будем убивать всех из скрытности и всё такое. О, уже 71 уровень. Здесь я, естественно... А, я уже даже могу идти за ориентацию. Вот, блин, раньше бы её. Я не знаю, брать её сейчас или нет. Вообще, я ещё в скрытности я узнал. Ну, не узнал, а решил. Скорее решил, чем узнал. Что ещё у меня неправильно? Я её полностью вкачал. Вот эту вот скрытность на 40 труднее обнаружить. Там, короче, первый уровень даёт, по-моему, 20%. А остальные 20% это по 5% с каждым уровнем скрытности добавляется. То есть, это очень неэффективный навык. И скрытность я когда-нибудь сброшу. Но, естественно, я буду сбрасывать при помощи Мирака. Потому что её иначе будет качать очень-очень долго. На нашем-то уровне. А это смерти подобно. То есть, нас будут постоянно обнаруживать. Удар в спину. Так. Ну, да. Вот этот ещё перк не нужно было брать. Кинжалами я 100% не собираюсь пользоваться. Потому что даже мечи и то круче них. Мечи затачиваются. И при этом у них урон... На их урон влияет зачарование одежды. То есть... Ну, 500 урона от меча я запросто могу получить. И... А от кинжала максимум 50 урона. То есть, 500 или 50. Есть разница. Это в 10 раз больше. А теперь... 50 умножьте на 15, 1500. Или 50 умножьте на 6. Ой... 500 умножьте на 6. Это 3000. То есть, у меча будет ДПС у одного. В два раза больше. А если их взять два... Или в одну руку мечь, в другую кинжал. То есть, ДПС будет огромный. 12 часов. И пойдём изгоев мочить. Я даже не знаю. По-моему, у нас есть задание на изгоев. Я хочу его посмотреть. Так. Сильно хочется пить, сильно хочется есть, сильно хочется срать. Так. Зелёные яблочки. А зелёные яблочки... Теперь хлебчиком закусываем. Всё. Да. Всё утолили. Удовлетворили нашего персонажа. А он всё ещё со скимитарами ходит. Да видишь, какой я крутой? У меня есть и то, и другое. Ваа! Ваа! Киня! Киня! Киня-киня-киня-киня! Ваа! Также вон... Можно с одним ходить. Ваа! 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 Добивание такое, когда в зад... В зад движешься. Назад движешься. Не знаю, в зад или назад. Рад снова тебя видеть. Не желаешь нанять отважного, хоть и неопытного пока наёмника. Ты решил стать наёмником? То есть его за деньги ищут? Способ посмотреть мир и подзаработать. Да, опыта у меня пока маловато, зато отваги мне не занимать. Отец говорит, что мне нужно выбрать себе прозвище, которое бы отражало мою сущность. Ну, то есть Эрик Садовник или Эрик Мастер Тяпки. Нет, нужно имя, которое будет вселять страх в сердца в рот. Мастер Тяпки. А я бы нанял, если бы ты был мастером Тяпки. Так что... Отец твой был прав. Главное, понравится Далакину, а не... Какое-то грозное имя иметь. Если передумаешь, найди меня. Лишь, какой хитрый чувак. Так, ну, значит, F1. Арбалетик берем. И теперь... Давайте посмотрим, есть ли у нас задание на каких-нибудь изгоев. По-моему, у этого Дом Ужасов. Да, Дом Ужасов. Найти Жреца Боэти. Оно, по идее, где-то в пределе, а значит, где-то здесь возле изгоев. Где же это задание? А вот прыжок Брюсы. А там изгои или не изгои? Ну, по-любому нам надо выполнять этот квест, поэтому пойдем туда. Но сначала... А, ну да, мы уже присели, поэтому можно смело идти туда. Ай, интересно, я, наверное, отсюда не смогу туда переместиться, да. Значит, выйдем и потом пойдем. Кстати, там, насколько я помню, раз локация разведана, по идее, и я там ничего еще, ну... Не всех упил, то значит, я смогу там сейчас повеселиться, скажем так. Или, может, у нас есть еще задание на каких-нибудь изгоев. Давайте посмотрим. Сияние рассвета нет... Нет... А ну-ка... А, ну да, я понял, где это. Желательно нам несколько вересковых сердец найти. Лесной оплот. Стоп, лесной оплот это где? Лесной оплот, где-то... Аркентамз. Да, туда мы тоже пойдем. У меня, кстати, и на... Ну, в общем, не буду спойлерить. Но на то задание, что у нас в Аркентамзе, у меня тоже мод стоит. Который позволит нам, возможно, еще улучшить оружие. А, возможно, и не позволит этого сделать. Че? Ну, в лесном оплоте, по идее, должны быть изгои или нет? Или нет? Надо убить дракона. Задание на убийство дракона, это, конечно, нечто. Да, двемерский лук погибели. К сожалению, это задание я, скорее всего, не выполню, а значит, я его как-нибудь завершу иным способом. Ну, через консоль, что ли. Проникнуть на склад Рифтона. Гунмар. Ага. Брюлен. Так, ладно. Может, мы тогда с Хармустава пойдем туда? Во-первых, мы откроем Картвасты, но, во-вторых, сюда зайдем. В-третьих, здесь я, по-моему, точно изгои должны быть. Ну, или сюда тогда пойдем. То есть, здесь точно изгои живут. Давайте сюда перенесемся. Так, вот он этот оплот Хармустах. Либо непонятно, какой он, Хармустах, не Хармустах. Но тут можно погреться, во-первых. Во-вторых, куда нам нужно идти? По идее, туда, да. Да, я помню это место. Это точно изгои тут живут. И нам нужно идти тоже к изгоям. Ладно, побежали. О, Фаумер. А, нет, ворожея. Кто настолько крут, чтобы убить ворожею, интересно. Но в прошлый раз нам тут хорошенько наваляли. Впрочем, тогда я только арбалеты собирал. Ой. Черт, нежить тут живет. Не хочу я с ней общаться. Нежить я не люблю. А что это за новая локация там? Такая. Так, вес пера. Очень полезное заклинание, как по мне. Позволяет не мокнуть. Наконец-то, в прошлый раз я здесь мок. Да, новая иконка на карте. Видите, какая странная. Это то ли иконка камня, то ли не камня. Ой, как мне это не нравится. Все-таки. А, изгои сражаются с этими магами, да. А, да, я здесь был 100%. Здесь нужен, знаете кто? Здесь нужен луркер. Призы луркера. Вот. Его надо, наверное, будет в будущем запиндить на что-то. Я опять забыл его запиндить. На что-либо. Вообще. Че это он не вызывается? О, он где-то аж там призвался. Ну, луркер, пошли. Что? Что? Продолжение следует...